Курить нельзя. Федеральный антитабачный закон вступил в силу 1 июня. Согласно его требованиям, курение табака запрещено на отдельных территориях, помещениях и местах общего пользования. Список таких мест довольно внушительный. И если с образовательными и медицинскими учреждениями, а также лифтами и автозаправками все понятно, то запрет курения в отдельных случаях вызывает у людей лишь недоумение. К примеру, воспрещается курить и на вокзале, причем дымить нельзя на всей его территории, не только в вагонах, но и во время остановок на перроне. Теперь курить запрещено в радиусе 15 метров от вокзала. Нарушителям придется раскошелиться. Законом предусмотрен штраф до 1500 рублей. Согласно кодексу об административных правонарушениях нельзя курить даже в тамбурах пригородных поездов. Кстати, уже в следующем году запрет распространится и на поезда дальнего следования. Уже сейчас в каждом конкретном случае нарушение правил курения, и если не были приняты соответствующие меры сотрудниками пассажирских компаний или охранных предприятий, любой пассажир может сообщить по телефону бесплатной горячей линии. Главный санитарный врач республики уверен, для подобных мер самое время. Про этот закон я бы сказал так, наконец-то. Ибо наша служба уже много лет, по крайней мере минимум 10 лет, ведет очень жесткую требовательную политику. И неоднократно готовились проекты законов, аналогичные тому, который наконец принят. И то лобби, которое бывало в Госдуме, каждый раз блокировало. Ну, наконец-таки этот закон родился. Ни для кого не секрет, что более 80% смерти от рака легкого – это курение. Ни для кого не секрет, что заболеваемость сердечно-сосудистой системы, нервной системы и многое другое сказывается не только на курильщиках, но и на их потомстве. Ни для кого не секрет, что от курения страдают не только те, кто курят, но и рядом находящиеся с ними. Поэтому вот самое главное в этом законе, что наконец-таки государство намерено очень жестко и строго решать этот вопрос. Правда, конкретной меры наказания пока нет. Закон дорабатывается. Проект с соответствующими поправками находится на рассмотрении в Госдуме. Вопрос, будут ли созданы специальные условия для зависимых от никотина, например, специальные кабинки для курения, как в Европе, остается открытым. В Роспотребнадзоре считают, что будущее у закона все же есть. Этот закон должен применяться, начиная с руководителей того или иного учреждения, организации и так далее. Если он заинтересован, чтобы у него были здоровые люди, если он о них заботится, они наплевательски к этому относятся. Он сможет добиться того, что и сам человек не будет курить, и не его подчиненные. Мы должны понимать одну вещь, что это болезнь. Надо использовать все, в том числе и, будем так говорить, жесткие меры в каждом коллективе. Я считаю, что создавать условия для курильщиков – это глупость. Нужно создавать условия, чтобы курильщик не курил. А для этого нужно его самого убедить, его заставлять, чтобы ему неуютно было от курева, и помочь ему лечиться от курева. То есть вот так надо действовать, а не создавать курилки, где он все равно будет смолить. То, что касается санкций, я думаю, что они появятся в ближайшее время. А пока к заядлым курильщикам не применяют жестких санкций, они продолжают идти на поводу у вредной привычки. Маршрутчики и таксисты, кажется, о законе даже не слышали. И хотя большинство нами опрошенных горожан, даже курящих, в целом такую инициативу одобряют, все-таки вынуждены признать, перспективы у закона весьма туманные. Сам я не курю никогда вот этого, я не поддерживал это все. К табачному закону, я то, что его отменили в общественных местах, я к этому отношусь нормально, потому что это должно отразиться на нашей молодежи, на чистоте вообще города и республики. Я думаю, что в нашем городе он не будет иметь никаких перспектив, потому что молодежь, она более такая свободная, либеральная. А штрафы есть сейчас и в Москве, и в Питере, и во всей Европе даже. Но я думаю, что остановить это невозможно. Вы знаете, мне кажется, ни в республике, ни в России это не будет нигде успешным. Почему? Потому что это не наше правительство выдумывало, и не наши люди. Это выдумывали еще до царя гороха. И курение, и спиртное, и все вот это вот. Поэтому это... Вы вспомните, когда был закон насчет того, что сделать сухой закон, помните? Что-нибудь получилось? То же самое с собаком. Как курили, так и будут курить. Согласно статистике, Северная Осетия – самая курящая республика на Северном Кавказе. Для многих сигареты стали, к сожалению, неотъемлемой частью жизни. Коренным образом изменить свои привычки многие просто не хотят. Но с введением штрафных санкций времени на раздумья не останется. Дешевле будет просто бросить. О том, как готовят полицейских в республике для контроля за курильщиками, сегодня мы решили узнать у полковника полиции Гела Пухаева. Здравствуйте, Гела. Здравствуйте. Гел Гришевич, расскажите, пожалуйста, готова ли полиция и как будет осуществляться контроль? Со вступлением в силу антитабачного закона по указанию министра внутренних дел подготовлены материалы и с личным составом проводятся занятия. Чисто теоретический личный состав подготовлен к введению в действие данного федерального закона. Проблемой остается у нас то, что за неисполнение или нарушение требований данного федерального закона кодексом об административных правонарушениях не предусмотрена ответственность. Как вам кажется, будет ли разница в соблюдении закона между мегаполисом и провинцией? То есть те же самые ларьки, где продажа табака. Есть ли перспектива этого закона у нас в республике? Субъект Российской Федерации может внести свои поправки, свои изменения в плане ужесточения, ограничения данных требований. То есть каждый регион может какие-то свои внести поправки? Поправки, да. В зависимости от условий. С 2014 года вступит в силу еще ряд поправок. Какие именно поправки будут внесены? В организациях общественного питания, то есть рестораны, кафе запрещено курить будет. В гостиницах, в организациях, оказывающие бытовые услуги населению. На рынках, в закрытых помещениях запрещается также курить. В станциях, автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропортам. Вот это нас ожидает в 2014 году. Если в общественных местах на улице полицейский может заметить курящего человека, сдать ему замечание, выписать штраф по поводу курения, то в жилой дом, скорее всего, просто так полиция не придет. Как вам кажется, если, допустим, сосед курит, можно ли заявить, например, в полицию о том, что человек курит? Сотрудниками полиции будут проводиться мероприятия. Есть наружные наряды несущей службы по улицам города и республики. В случае выявления таких фактов нарушители будут предупреждаться и данное нарушение будет пресекаться. То есть лица будут подвергнуты административному наказанию. Я думаю, со временем уже общество к этому привыкнет и уже будет понимать, где ему курить, где ему нельзя курить и этим самым чем и кому может наносить вред. Продажа табака несовершеннолетним будет наказываться как-то по-особому? Значит, по требованиям данного генерального закона также введен запрет на курение табачной продукции несовершеннолетними. Также по тем лицам, которые вовлекают несовершеннолетних в процесс курения. С вступлением данного закона в действие, значит, введен запрет на розничную оптовую реализацию на свая. Это очень важный момент. Да, поясните про насвай. До вступления в силу этого данного федерального закона антидобачного, значит, не было ни одним федеральным законодательством не было предусмотрено ограничений в части реализации курительной смеси под названием насвай. А с принятием этого закона, я думаю, с учетом внесенных поправок в кодекс, мера ответственности будет дополнительно внесена. Какая предусмотрена мера ответственности за нарушение закона? Какой будет штраф? В настоящее время подготовлен проект федерального закона и внесен в Госдуму на рассмотрение, который предусматривает штрафные санкции в отношении нарушителей до 1500 рублей. Это по курящим. За нарушение права торговли табачной продукции предусмотрены штрафные санкции до 4000 рублей на должностных лиц, на юрлиц от 30 до 40 тысяч. Также предусматривается законом изъятия данной продукции, незаконно реализованной. Уже сейчас на улицах города какая-то кампания проводится антитабачная? На данный момент сотрудники полиции ознакомлены с требованием данного федерального закона. И при обнаружении по маршруту патрулирования или по внесению службы, значит, каждый сотрудник полиции обязан, значит, подойти к правонарушителю, пресечь совершаемое им правонарушение и в качестве одной из мер, которые можно сейчас применить, чисто предупредить нарушителя. Основные карательные меры, которые вводятся данным законом, вступают в силу с сегодняшнего 2014 года. Спасибо за интервью. Это была программа «Скажите прямо». Увидимся через неделю.